Я сейчас нахожусь в археологическом музее города Бреста. Изумительный музей. Я много музеев в прошлом посетил. И вот здесь сейчас вы видите на табличке. Описано на русском и на английском языке. Вот, в общем-то, что здесь находится. А здесь находится размер жилых построек. Уникальные. Это 12 пинцов деревянных построек. Вообще, это редкое явление в славянской археологии. Вот осталось здесь такие остатки, которые сохранились в хорошем виде. И мы сейчас можем увидеть остатки древнего городища, Которое в древние века полностью строилось из дерева. Для Белоруссии многие музеи сохраняют в уникальном виде для посетителей свои открытия и позволяют людям ознакомиться со своей историей. Вот, смотрите. Шикарный музей на другой стороне реки, напротив Брестской крепости. Здесь можно ознакомиться с историей Белоруссии, начиная... Ну, история Белоруссии довольно древняя. Но начали исследователи свою историю городища. Это 11-14 веков. Вот такие белорусские сувениры, белорусские традиции. Здесь экспозиция, которой стоит в положительном смысле слова позавидовать. И хочу показать это своим украинским коллегам, историкам, археологам, для того, чтобы они видели, как бережно в Белоруссии хранится историческое наследие наций. Не только белорусской, но, в общем-то, славянского народа. Вот так примерно выглядело городище. Старожитные земли Белоруссии в 11-13 веках. Здесь на карте изображены схемы, на которых жили наши предки. Вот Черниговская земля, Смоленская земля, Полоцкая земля. Гравюры, картины. В Белоруссии все очень бережно хранится. Этому уделяется должное внимание. Ну, как бы вот написано, Брест строился от печки. Через 5 лет город Брест будет праздновать свою тысячелетнюю историю. Смотрите, вот так жили наши предки. Конечно, тысячу лет назад это выглядело все изумительно, по-другому, намного красивее. Дерево со временем подпортилось, но, слава Богу, сохранилось. Здесь мы видим схему, макет, на которой изображен город Брест, древний город Брест, который находится между двумя рукавами реки Муховец. Вот то, что было найдено при раскопах. Вот такие изделия. Вот таких домах деревянных, в которых произведена реконструкция, жили наши далекие предки. Уже использовался металл, использовалось дерево. И вот смотрите, мои украинские коллеги, историки, как выглядит наша общая славянская история. Я сейчас нахожусь на экспозиции железообрабатывающего ремесла. И помните, когда-то на одном из фильмов я показал умань, откуда поставлялась железная руда и как изготавливалось железо. Железо в Древней Руси изготавливалось кузнецами и выплавлялось из болотной железной руды. Она добывалась точно так же в других городах Древней Руси. И ковали изделия как для сельского хозяйства, так, естественно, и выковывались изделия для военных, для ремесленников. То есть самые всевозможные изделия, которые нуждались в хозяйстве, включая топоры, мотыги, копья. Все, что только было необходимо, все, что позволяло. А железные руды с болота плавили немало. Этого вполне хватало для местных потребностей. Вот интересно написана карта распространения железных руд на Восточной Европе. Каждый может посмотреть здесь. Вот я вижу уникальные экспонаты. Молоток, топоры, зубила. Посещая Уманский музей на Черкасской области, естественно, такого разнообразия, несмотря на то, что там добывалось много, изготавливалось много железа из болотной руды. А вот здесь я вижу уникальную экспозицию, на которой вплоть до гвоздей вы можете встретить. Ножи, гвозди, шило, ножницы. Видите? Изделие быта. Я сейчас нахожусь в четвертом зале, в котором собраны экспонаты обработки цветных металлов. Точно так же мастеровка сторезов. Что интересно, что здесь собраны уникальные медные образцы, которые тоже изготавливались на местной территории в городе Бреста. Изготавливались женские украшения, принадлежности костюма. Тут вы видите всякие пуговицы, шпинки. Точно так же из рогов, костей животных изготавливались украшения, всякие дыроколы, шило. Вот здесь собраны уникальные образцы, включая гребешки. То есть все, что может человек изготовить из подручных материалов, все здесь изготавливалось. Из меди и из кости животных, которые пользовались местными жителями. Зал, в котором собрано кожево-сапожное ремесло жителей Бреста. Как оно изготавливалось, образцы изделий. И переходим в следующий зал, в котором находятся гончарные изделия изделия и дерево-обработка. Вот сейчас вы можете увидеть типичные славянские иглечики. Жбанка, гонец, горшочек. Вот то, чем пользовались наши предки. И вместе с клеймами, которые отображали определенный орнамент, интересные изделия гончарного мастера, днища которых были маркированы клеймами ремесленников или ремесленных фамилий. Как вы видите, в общем-то, славянские символы, которые вполне возможно соответствовали или родовым символом или клейма семей изготовителей. Вот здесь на гравюре примерно изображено, как готовилось. Немножко блики. А здесь точно так же вы видите экспонаты геррианного ремесла, столярка, как, что изготавливалось. Вот вы видите восстановленное жилище 13-го года, 13-го столетия с панорамой, как жили наши далекие предки. деревянный сруб. И вот такая кот-берестейка, приносящий удачу и исполняющий желание. Загадуй желание свое.